Израиль за неделю на народной волне И традиционно о событиях в Израиле Наш израильский корреспондент Ася Энтова Здравствуйте, Ася Здравствуйте, Сергей Здравствуйте, друзья Ну, начнем сразу с самого болезня Уже неделю идут у нас эфиопские демонстрации Ну, для начала, так сказать, что это такое и по какому поводу 1 июля полицейский, прогуливающийся в парке Не при исполнении обязанностей Просто прогуливающийся в парке с семьей Обратил внимание на то, что группа молодых людей Явно подвыпивших Пытаются как-то обидеть мальчика Отобрать у него телефон, побить его И он подошел к ним, значит, с тем, чтобы предотвратить это Подростки отреагировали неадекватно Стали обзывать полицейского, бросать в него камни И, так сказать, не отпустили мальчика В общем, полицейский почувствовал угрозу Угрозу для себя, угрозу для мальчика И попытался сделать предупредительный выстрел Ну, поскольку они находились в районе, где рядом высокие здания Парк окружен высокими зданиями Он сделал предупредительный выстрел не в воздух, а в землю И, как показала экспертиза, пуля отскочила И нанесла смертельное ранение одному из этих эфиопских молодых людей Соломону Така Причем так неудачно, что молодой человек скончался на месте И после этого пошли демонстрации Что полиция убивает эфиопов, отстреливает без всякого повода Что вообще у полиции неадекватное отношение к эфиопам Но эфиопы я называю здесь общину выходцев из эфиопии В качестве новых репатриантов Среди них большое количество евреев Но не секрет, что так же, как и в любой другой репатриации Так же, как из России приехали в Израиль не только этнические евреи Но и члены их семей Или как-то люди, связанные с ними кровным родством Так и в эфиопской общине известно тоже, что в Израиль хотели бежать все, кто могут И тоже там среди эфиопской алии тоже есть не только евреи Но и породненные с ними лица, как у нас говорят И вот эфиопская община устраивает большие демонстрации С криками, что полиция нас обижает Всю нашу общину, дискриминация, расизм, как нехорошо Надо сказать, что у эфиопской общины вообще есть проблемы в Израиле Кроме того, что там далеко не все евреи И далеко не все готовы разделить идеологию еврейского национального государства Поскольку они приехали из совершенно другой страны Находящейся совершенно на другом уровне В другом времени, в другой технологии То у них большие проблемы Но здесь попытались эти проблемы как-то компенсировать Дали им очень большие денежные пособия Дали им льготы на получение бесплатного жилья И так далее, и так далее И этим, думаю, что примерно как с вашими черными в Америке Вот этой самой исправляющей дискриминации Отбили у активных молодых людей эфиопского происхождения Которые, в общем, с детства в стране уже И вполне могли бы уже самостоятельно действовать Отбили у них окоту Как-то, так сказать, учиться, работать, еще что-то А приучили их выбивать для себя пособия Или какие-то другие льготы Про этого молодого человека известно Что он был известен полиции Что у него есть приводы Ну, по количеству приводов тут пресса расходится Некоторые говорят, что он несколько раз был в полиции Семья настаивает, что всего один раз его арестовали Пресса говорит, что он был под домашним арестом Вообще не имел права выходить на улицу Семья говорит, что ничего подобного То есть тут данные расходятся Ну, понятно, что, так сказать, хулиган в пьяной компании С уголовным прошлым В общем, он не был, совсем не был ангелом Ну, тем не менее, действительно, печальный случай Нечаянное убийство Но, понимаете, у нас в сентябре выборы Казалось бы, да? Какая связь? Но, понимаете, когда близятся выборы Всегда находятся желающие использовать такие поводы Для поднятия там общественного гнева, общественного недовольства И надо сказать, что вот эти демонстрации Были очень хорошо организованы Сами ИФО по-израильтяне, как довольно слабая община Они бы не смогли так сорганизоваться Не смогли бы найти деньги на автобусы Не смогли бы привлечь такое количество журналистов Средством массовой информации Значит, известно Просто, так сказать, это видели, это слышали Что очень многие левые активисты Приняли в этом участие Финансировались эти демонстрации Новым израильским фондом Печально известный НИФ Такой фонд, который финансирует Все антиизраильское И какие-то левые выступления И бойкот Израиля И защиту арабов Арабских террористов Все, что угодно Все, что против Израиля Все, вот фонд, получающий деньги из-за границы Все он финансирует На демонстрациях Можно было видеть много Совершенно не эфиопских лиц Потому что эфиопы-евреи У них, их легко отличить Их легко отличить от выходцев из Африки Мигрантов Суданцев, эритрейцев Или эфиопских эфиопов У них правильные европейские черты лица Хотя и цвет кожи достаточно шоколадный Но если вы посмотрите фотографии с демонстрацией Там огромное количество Во-первых, этих самых мигрантов Которые получили возможность Так вот позабавиться И устроить уличные беспорядки Надо сказать, что Эта демонстрация превзошла Все устраиваемые израильтянам демонстрации По уровню насилия Громили машины Переворачивали Поджигали Нападали на людей Все, что угодно Даже наши агрессивные профсоюзы Которые борются за увеличение зарплаты Еще что-то Они максимум могут поджечь шину на дороге Но они никогда не лезут с кулаками на полицейских Они никогда не бьют частное имущество Такое, как личные машины Или Здесь беспорядки были ужасные И, так сказать, явно Они явно агрессивно относились к полиции С тем, чтобы полиция, которая защищается от того Что в нее летят камни Чтобы спровоцировать насилие со стороны полиции И этим доказать свой тезис Что полиция неадекватно относится к эфиопам Что она их дискриминирует Что тут расизм и так далее Так вот, на демонстрации было большое количество Совершенно белых лиц Известных нам по всяческим левацким демонстрациям Кроме того Геи и лесбиянки выразили свою активную поддержку И тоже поучаствовали Ну как же Есть возможность как-то отличиться И, кроме того Огромное количество левых политиков Например, таких, как лидер партии Кахоль-Лаван Выразили свою солидарность И всячески попытались Вот Использовать эту демонстрацию Эти демонстрации в качестве Предвыборной такой агитки А демонстрации, надо сказать Были устроены с большим размахом Они были по всей стране Тель-Авив у нас и так В часы пик стоит в пробках А тут просто были перекрыты Центральные перекрестки Люди выбирались Просто, чтобы выехать из Тель-Авива Да, дорога, которая занимает 10 минут, ну в час пик там полчаса А тут занимало 3-4 часа Были всякие ужасы Амбуланцы не успевали к больным Больные в этих пробках Не могли добраться до врачей Невеста опоздала на свадьбу Артисты отменили выступление В общем, кроме всяческого насилия Вот такие вот Так сказать, перекрытие Главных артерий страны Вызвало, естественно Огромное количество Огромное количество сбоев И нарушения частной жизни Многих граждан Но полиция, которая уже была напугана Которой дали инструкцию Не вмешиваться Она никак не отодвигала их Не пыталась убрать демонстрантов С проезжей части Даже когда они громили частное имущество Вроде машин Полиция не вмешивалась И, так сказать, был полный разгул Ну, а там, где разгул Любые антисоциальные элементы Готовы присоединиться Как я уже говорила И арабы приходили туда Так сказать Поучаствовать и побить евреев И эфиопские Африканские эмигранты В общем, это было Очень грустное Очень впечатляющее зрелище И главное Что это все продолжается До сегодняшнего дня Значит, это устраивается Не каждый день Примерно через день Причем заранее предупреждают Что вот в пять часов Начнутся демонстрации По всей стране Значит, люди убегают С работы раньше Чтобы просто не стоять В этих пробках Страдает производство Ну, последующие демонстрации Уже вроде бы Обходились без такого Высокого уровня насилия Потому что Нитаниягу возмутился И сказал, что он, конечно Очень сочувствует Эфиопской общине Но насилие он не потерпит И все-таки полиции Было дано указание Явное насилие пресекать Значит, пока что просто Перекрестки перекрыты Люди страдают в пробках Ну, а на периферии Тут и там, конечно Конечно, насилие И чем дальше продолжаются Эти демонстрации Тем, подчеркиваю Все меньше и меньше В них принимают участие Действительно эфиопов А там и левые Там и антиизраильские силы Кто угодно То есть эти демонстрации Вылились просто Вот в такую дестабилизацию При поощрении Различных левых партий От арабских партий Начиная с партии Авода И партия Кахой Лаван Там белоголубые Которые на этих демонстрациях Пытаются заработать себе очки На приближающихся выборах Полиция тщательно расследовала Это дело Как я уже говорила Баллистическая экспертиза Подтвердила слова полицейского Что пуля отрикошетила случайно Что действительно он стрелял в землю Очевидцы подтвердили Что действительно там была пьяная компания И затевалась драка Но пока что это не поможет И полиция очень боится Что этот полицейский пострадает Как так сказать Козел отпущения Специально его накажут Хотя в общем он Мало в чем виноват Ну а пока Все с одной стороны Нетаньягу И властные структуры Пытаются как-то Утихомирить этот Разгул насилия А оппозиционные левые партии Наоборот Всячески подстрекают И пытаются Дестабилизировать ситуацию Чтобы выставить Перед выборами Что Нетаньягу бессилен Что им все недовольны Что он не может Согладать с С населением И так далее И так далее Но главное Подчеркиваю Что это не отнюдь Не спонтанные демонстрации А они хорошо отрежиссированы Хорошо организованы И оплачены Из различных Антиизраильских фондов Сергей Хотите объявить Телефон Да Я напомню Телефон студии 847-400-5200 Что касается Спонтанности Подобных демонстраций Точно так же Как спонтанность Нашествия Выходцев Из Южной Америки На наши границы Тоже спонтанно Якобы происходит А когда начинают Разбираться Получается Что вовсе Не спонтанно Кто-то вложил В это огромное Количество денег И провоцирует Все это И кстати сказать Эфиопская община Требует Просто требует Чтобы посадили Офицеры До решения суда Чтобы он сидел В тюрьме И так сказать И чтобы Расследование проводили Не отдел юстиции Министерство юстиции Которое занимается Преступлениями Махаш По моему называется А какой-то Я скажу Да Я добавлю Что на слушание В полицию Вопреки Всем правилам Родственники Были Родственникам Было разрешено Привезти с собой Адвокатов И там Пришла целая Команда адвокатов Боже мой Бедная Афиопская семья Живущая на пособии Да И вдруг Пришел Профессор юриспруденции Пришли там Адвокатские светила Целых три человека Казалось бы Откуда Да И вопреки вообще Всем законам Им разрешили Чтобы вот Семья давала показания В присутствии Вот такой вот Адвокатской обороны То есть здесь Дело явно Раздувается Дело явно Не чисто Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Ася У меня к Асе Вопрос такого плана Ну то что это Срежиссировано Это было ясно С самого начала Предвыборные дела Но насколько мне Известно Там даже Не столько И все Поучаствуют В этом Как все нелегальные Суданцы И вот Прочие Прочие Я говорила об этом В Виве Вот А вопрос у меня Немножко чуть-чуть Другого свойства Вот скажите Пожалуйста В общем-то Время идет И выборы будут Скоро на носу А вот Насколько мне Известно Сейчас Единственный раз Так сказать В жизни Израиля Где наибольшее Благоприятство Не идет И в принципе Что Гринбасс Он Не были против И дали понятие Нетаньягу Что В принципе Было бы Он бы не против Что в зоне С Там часть Населения Была аннексирована Присоединена К Израилю Но он Крутит Крутит И крутит И не собирается Этого делать Это же в общем-то Редкий случай Когда можно Хоть что-то Для себя сделать И ничего Не делается С его стороны Совершенно верно Сейчас у нас Очень благоприятная Международная обстановка Арабские страны Я об этом не говорю А он не собирается Так сказать Он не аннексирует Он за выборов держит Что ли Я не понять Не могу Значит смотрите Сейчас у нас На носу выборы Поэтому сейчас Ставить такие У Нитиньягу Нет Правительство Большинства Не сформировано Ставить такие Сложные задачи Сейчас Бесполезно Но и После выборов Я совершенно не уверена Что Нитиньягу В первую очередь Займется Такими Проблематичными Вещами Которые нужно Долго Так сказать Пытаться организовать Поддержку Со стороны всей Коалиции Потому что Коалиция будет Самая разношерстная Будут и более Правые партии Будут и менее Правые партии По-видимому Ну и Либерман Как всегда Всех подкузмил Так что Оказавшись Совершенно Не правым А наоборот Левым Так что Для Нитиньягу Это сейчас К сожалению Не первоочередная Задача И хотя он Это сделать Гораздо раньше Но он Вот Пытается Слишком сильно Так сказать Не Не делать Каких-то Рискованных Шагов Да А просто Удержаться У власти Для него Это к сожалению Не первоочередная Задача Но Вы совершенно Правы Сейчас Очень благоприятная Ситуация И внешнеполитическая Американцы Нас поддерживают Арабским Странам Не до этого Они с нами Дружат Против Ирана Значит Большинство Населения Израиля Давно уже Этого Хочет Многие Депутаты Вот Фейглин Говорил об этом Десять лет назад А сегодня И он был один И крутили пальцем У виска Что он сумасшедший А сегодня Уже десятки Депутатов Да И от Ликуда И от Еврейского дома И от всего Уже Готовы поддержать Это Но К сожалению Боюсь Что для Нитаниагу Это не будет Первоочередной задачей Первая очередная Внешнеполитическая Задача Для него Это конечно Иран И я об этом Скажу позже Давайте мы сделаем Небольшой перерыв После чего вернемся Продолжим И поговорим об Иране Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Асиэнтовой Телефон В студии По-прежнему 847-400-5200 Если у вас Будут вопросы Пожалуйста Звоните И задавайте Вы упомянули В предыдущем Сегменте Иран Ситуация Совершенно верно Иран Вышел Из Всех Рамок Наплевал На все Ограничения Обогащает Уран Ему там разрешено Было до Двух с чем-то Процентов Он подходит Уже к пяти Грозится Перейти на Двадцать Скоро к Двадцати Процентам Утверждает Что европейские Страны Которые Остались В договоре С ним Не выполнили Свою часть Обязательства И поэтому Он и от Своих Обязательств Свободен И это Нитаньягу Очень Очень Озаботит В частности Он сделал Такое Заявление Где вы Где вы То есть Где вы Европейские Страны Почему вы Позволяете Такому Агрессору Как Иран Так же Как Гитлеру Так сказать Сначала Нарастить Свою мощь Никак не Реагируете Пытаетесь Его умиротворить А он Творит Что хочет И только Воспринимает Это как Поощрение Он Непосредственно Обратился Франция Англия Германия Вот вы Смотрите На На это Нарушение Ираном Всех договоренностей И ничего Не предпринимаете Где вы Где вы Когда Требуется Действительно Серьезное Вмешательство И Пока что Нитаньягу От них Ответа Не получил Ну У Нитаньягу Есть и Другие Заботы Кроме Ирана К сожалению Это Расследование Против него Различных дел И В частности Тут Дело Доходит До смешного Дела Против Нитаньягу Имеют Номера Там Тысяча Две Тысячи Четыре Тысячи Так вот Дело Номер Тысяча Непонятно Почему Такой Номер Дали Дело Номер Тысяча По поводу Того Что он Якобы Принимал Подарки Сигарами Как взятку Можно рассматривать И Там Идут Бесконечные Утечки Бесконечные Утечки Информации И вот Последняя Утечка Информации Была О том Что В полиции Там давали Показания Глава Канцелярии Премьер-министра Еще кто-то И В частности Глава Канцелярии Премьер-министра Говорил Что Нитаньягу Действительно Курил Сигары Из-за этого Ему приходилось Капать капли В нос Потому что Сигарный дым Раздражает Слизистую Ему приходилось Капать капли В нос Но При этом Глава Канцелярии Подчеркнул Что Нитаньягу Всегда Оплачивал Сигары Из собственного Кармана И вот Утечка Этой информации Там была Слета В прессу Журналист Какой-то Написал Про капли В нос И Нитаньягу Ответил В своем Блоге В социальных Сетях Что Смотрите Полиция Потратила 250 миллионов Шекелей На то Чтобы расследовать Это дело И она Ничего не нашла Кроме того Что я курю сигары Из-за этого Капаю капли В нос Как вообще А вы еще Обвиняете меня В расточительстве Ну Так сказать Хотите писать О моих каплях В нос Пишите Но Причем тут Вообще Уголовные дела И Вот Так он поднял На смех Так он поднял На смех Журналистов Очень такой Злой Остроумный Пост Был И действительно Как я и предсказывала Что Гора Родит Мышь Полиция Потратила Кучу Времени Денег Командировок Там И так далее 250 миллионов В общей сложности На расследование Против Нету Ниагу Пока что Кроме капель В нос Никакого Криминала Найдем Ася Давайте попробуем Принять звонки Приглушите Ваш радиоприемник Слушаем вас Слушаем Я хотела Для Аси Что-то Сказать Да Можно уже Пожалуйста Да Ася Здравствуйте Спасибо вам За ваши передачи Я хотела Сказать Что Во-первых Никогда Никогда Никому Не помогала Вот эта вот Терпимость Толерантность Называйте это Как хотите На мой взгляд Это просто Глупость Потому что Когда у нас В Фергюсоне Были Вот такие Вот шествия Якобы Там защиты Кого-то Невинно Якобы Убитого Совсем Совсем Не так Все было И к чему Мы пришли Из-за попустительства Когда полиция Не обращает Ей дано указания Не обращать внимания Когда разбивают Там частные магазины И так далее И так далее Когда агрессия идет Когда Драки Мы пришли К тому Что у нас Образовалась Black life Мета Например И теперь Пойди докажи Что Ёжики Это не рыси А рыси Это не ёжики Наоборот Они назвались Антифа Но это настоящие Фашисты В черной одежде Там Агрессивные Бьющие Все на своем пути Людей И так далее Понимаете Это всегда дает Потом Очень страшные Плоды И непонятно Я понимаю Я понимаю Что Правительство Боится Так сразу Активизировать Свои действия Но это Всегда Дорого Стоит Это первое Что я хотела сказать Второе Я не слышала К сожалению Начало Передачи Ну я Может быть Вы продолжите Про это Результаты Кушнеровской Вот этой Деятельности И всего этого На мой взгляд Например Если бы все эти деньги Данамирные цели Как говорится Там Чтобы переселить Наоборот Кое-кого Кое-кого В другие места Я была бы рада Если бы все это Не получилось Но эти бы деньги Можно было Употребить С большей пользой Это второе И третье Я очень Разочарована была После разговора С моим другом Образованным Умницей Я-то думала Что после Такого Предательства Нибермана Люди скажут Как у нас За кого угодно Только не за Клинтон За кого угодно Только не за Либермана Но я убедилась Что это отнюдь не так Потому что Он мне сказал Да Он замечательный Он такой Секой Я говорю Ну как же Разве Ты можешь сравнить Вообще Ну например Международные Дела Натаниягу И Либермана Или там Вообще Он же ничего не сделал Что обещал А что Натаниягу сделал В общем Очень грустно Мне это все Было слышать Спасибо большое За ваш звонок У нас Время Ну я так понимаю Что это Не вопрос И просто Я Выскажу свое мнение По поводу Демонстрации Понимаете Я согласна Что полиция Не всегда ведет себя Идеально И действительно На многих демонстрациях Полиция позволяла Себе вообще Без повода Там избивать Религиозных Или поселенцев Или там русских Полиция не идеальна Она имеет дело С преступниками Ей дан указ Разогнать Демонстрацию Она может По поводу И без повода Применять силу Просто так сказать Показательно Одного побьем Остальные испугаются Так что я Не защищаю В данном случае Вообще полицию Вполне Может быть Что там существуют Какие-то садисты Излишнее насилие Но в данном случае Доказано Что это Было преступление Налицо Что полицейский Его предотвращал Что он сделал Предупредительный выстрел Что их было там Несколько А он был один Так что в этом случае Действительно По-видимому Все права На стороне полиции Теперь по поводу Кушнера И программы Трампа Опять же Я в прошлой передаче Говорила Я совершенно согласна Что если бы Эти деньги Потратить На то Что арабы Действительно хотят А действительно хотят Они не оставаться здесь А переехать куда-то Либо переехать В арабские страны И там Так сказать Они могут Своих дочек И своих жен Спокойно Так сказать Они Так сказать Чтобы те Подчинялись Правилам шариата Они гуляли С голыми пупками Там И не Не ходили на пляжи Как в Израиле Либо они могут Если они Какие-то Специалисты Там как-то Готовы Вписаться В западный Образ жизни Они могут Взять эти деньги В качестве Подъемных И переехать В благополучные Западные Страны И наших арабов На фоне Этой огромной Волны миграции Вообще будет Незаметно Миллион Миллион К счастье К счастью Другие партии Вести с религиозными Просто пилил Бюджет В общем Пытаются Пытаются Провести Агитацию Против Либермана Но знаете Тут как в любви Кто И Любовь зла Полюбишь и козла Значит Если избиратель Вот решил Прилепиться Решил Что Либерман Наш Да Или там Воспылал вдруг Ненавистью К религиозным Или там Считает Что наших бьют Ну тут Тут уже чувство Тут уже разум Совершенно не работает Скажите А вот как результат Если я не ошибаюсь Либерман добирает Пару мандатов Вот на сегодняшний день Да Он добирает Пару мандатов Более того Ходят слухи Что он пытается К себе В партию Еще звезд Каких-то пригласить Типа Шакет Бывшего министра юстиции Ну пока По-видимому Это просто слухи Мне трудно представить Она женщина разумная Мне трудно представить Что она поет К партию Либермана Но пока что Она вот Ни при какой партии Говорят о том Что у нее переговоры И были И с Ликудом И с Новыми правами И с партией Либермана Еще ходят слухи Что он еще там Каких-то звезд Пытается к себе взять Ну посмотрим Давайте Давайте Мы еще раз Прервемся После чего Вернемся и продолжим Возвращаемся к беседе Возвращаемся к беседе С нашим Израильским Корреспондентом Аси Энтов Телефон 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста Звоните Аси Могли бы уточнить Если можете Правый Альянс Что это Кто входит В этот Альянс Какие партии Сейчас Значит Поймите К 1 августа Все партии Должны подать Свои предвыборные списки И сейчас И с правой стороны И с левой Пытаются Как-то объединиться Или по крайней мере Не топить друг друга Левые партии Значит Появилась новая партия Вода Барака Во главе партии Авода Встал Перец И вот они сейчас Ну и какой Лаван Бенни Ганс Вот они сейчас Переговариваются Тоже там Объединиться Не объединиться Но по крайней мере Поддерживать друг друга Цепи Ливни Тоже партия По-видимому Будет участвовать В выборах С правой стороны У нас есть Объединенные правые Это Смотрич И Рафи Перец Не путать С Амиром Перецом Который наоборот С левого в воде Ну Перец Такая распространенная Еврейская фамилия И у нас есть Партия Беннета Которая сейчас Разделился с Шакет Это новые правые И есть партия Зиуд Фейклина И сейчас идут Интенсивные переговоры Беннета с Шакет И Беннета с Фейклином О том Чтобы им организовать Вместе Технический блок Каждый будет Своей партией Останется Это не объединение А просто технический блок Для того Чтобы пойти на выборы В принципе Рекомендует И всем правым партиям Объединиться Но тут Знаете Политика Не арифметика Тут 2 плюс 2 Может быть Вовсе не 4 А может быть 3 А может быть 8 Так вот По-видимому Такой блок Всех правых Вместе Не состоится По-видимому Но Тем не менее Тут могут быть Интересные альянсы Вот Объединенные правы В частности Смотрич Который сейчас Министр юстиции Он приглашает Айелет в Шакет Приходи в нашу партию И мы после выборов Сделаем тебя Министром юстиции Будем настаивать Чтобы ты была Министром юстиции У Беннета Идут постоянные Переговоры с Фейклиным И вроде бы Уже там Что-то есть Но пока еще Ничего Никакой публикации нет И про Шакет Опять же Непонятно Вообще Чего она хочет В какой она партии С Беннетом Или в Ликут хочет Или к новым правам Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Здравствуйте И Афа И Сергей Вы знаете У меня только Из прошлого Что вы перед этим Рассказывали Я в дороге Была один вопрос Как называется фонд Который все это Субсидирует Новый израильский фонд НИФ Сокращенно Новый израильский фонд О нем речь шла Уже раньше Наверное В прошлом году Но почему Его не могут Запретить Ведь это же фонд Который спонсирует И все вот эти вещи Что происходит В Израиле И подобные Спонсирования В Америке Это все Ноги растут От Соросов От всемирного Так сказать Правительства У нас уже Сороса стали Называть А в Израиле Он действует Под именем Этого фонда Почему Их запретить нельзя И почему Вообще В Израиле Столько Ненормальных Вещей Которые могут Существовать Все возмущаются А запретить Не больше чем В Америке Должны вас огорчить Демократия Да Не больше чем В Америке Действительно Пытались Чтобы Такие фонды Субсидированные Внешнеполитическими Какими-то Организациями То есть Не просто Частными людьми Да А Какими-то Международными Организациями Или другими Странами То есть Агенты Иностранного Влияния Да Их нельзя Запретить Но на их Пытались Потребовать От них Чтобы Все вещи Которые Они финансировали В явном виде Все организации Говорили Что они Принимают Деньги От иностранных Агентов Вот пытались Сделать это И то это Вызвало Большой скандал Наши суды Тут же побежали Их защищать В общем Пока не получилось Но по крайней мере Теперь Когда слышат Что тут Новый Израильский фонд Всем сразу Все становится Ясно Сергей У нас мало Времени Я хотела бы Остановиться На очень Интересном Решении Суда Иерусалимский Окружной Суд Вынес Прецедентное Решение О том Что Палестинская Автономия Ответственна Не только За Те теракты Которые Проводит Непосредственно ФАТХ Ну партия Которая Главенствует В палестинской Автономии Но они Ответственны И за теракты Которые Проводит Хамас И исламский Джихад Вот в 2000-е годы В начале 2000-х И это Был ответ На Иск 17 Семей Пострадавших От террора То есть 17 Как минимум 17 убитых Думаю В некоторых Семьях И больше Убитых И плюс К этим Семьям Пострадавшим От террора Добавились Гиды Организации Израильских Гидов Которые Говорили о том Что вот Из-за этой Так называемой Второй Интифады Когда был Всплеск террора В 2000-х годах Очень пострадал Туризм Гиды Лишились Работы И тоже Подали Своё Исковое Заявление Суд Определил Что Палестинская Автономия Террористов Не важно Фатха Или Хамас Или Исламского Джихада Одинаково Тренировала В своих Лагерях Спонсировала Вооружала Занималась Пропагандой Террора И поэтому Она ответственна В первую очередь Отвечает Деньгами И Вот Она должна Выплатить Более Одного Миллиарда Шекелей Поэтому Речь идёт О том Чтобы Израиль Из денег Которые он должен Перечислять В эту Палестинскую Автономию Эту сумму Удерживал Ну Дальше Это уже Политический Вопрос Будет ли Государство Израиль Удерживать Эту сумму И переводить Ее Пострадавшим Семьям Или Оно Как-то Это отсрочит Дальше Уже Главное Чего я боюсь Чтобы это решение Не перешло В суд Высшей инстанции В наш Богат Который однозначно Всегда Действует Совершенно Неуравновешенно И понятно Кому симпатизирует Ну Посмотрим Как дальше Будет развиваться Это решение Но пока что Это очень большая победа Потому что Раньше Политинская автономия Говорила А я что А это Хамас Это исламский джихад Я ни при чём Ну И давайте Немножко Позитивной информации Как всегда Под конец Я люблю Рассказывать Об археологических Раскопках И тут Наши археологи Уже несколько лет Работают Раскапывают И однозначно Установили Что они Раскопали Целый Город Филистимлен Город Филистимлен На юге Израиля Известно вообще Что филистимские Города были Газа Ашкелон Аскалон И вот На юге Израиля На приморской Равнине Раскопали Город И археологи Сходятся во мнении После тщательных Исследований Что это Город Из Танаха Город Циклаг Город Где жили Филистимлен Враждебные Евреям В Танахе Указывается Этот город Что и Филистимлен Тогда Воевали С евреями И что Царь Давид Когда он Еще не был Царем И поссорился С царем Шаолем Он бежал В качестве укрытия В этот Филистимский Город Его там Приняли И археологи Подчеркивают Что до 10 века Там чисто Филистимская Культура Такая же Как и в Башкелоне В Газе А вот после 10 века Время правления Давида Когда Давид Расширял уже Царство И время правления Царя Соломона Там уже идет Уже еврейская Культура То есть по-видимому Этот город Уже был занят Евреями И там Проживали Евреи И археология Очень точно Может это Определить По Различным Артефактам Кроме того Кроме того Недалеко от Этого места На военной Базе Также проводились Раскопки У нас вообще Столько раскопок Что у нас просто Не хватает Рабочих рук У нас регулярно Студентов Там Кого угодно Зовут на раскопки И тут Было соглашение Между Государственными Археологическими Ведомствами И Армией Военными Которые Предоставляли Возможность Желающим Военнослужащим Тоже участвовать В раскопках Тем более Что раскопки Происходили Прямо на военной Базе Военная база Находится На холме Который Главенствует Над всей местностью И археологи Давно К этому холму Подбираются Тут они Начали его Раскапывать И обнаружили Что там стояла Еврейская Военная база Не только сейчас Но и 2700 лет назад То есть Там были Какая-то Была башня Такая передовая Технология Того времени Была дозорная Башня Которая должна Была оборонять Древнее Израильское Царство От набегов Этих Самых Этих Самых Филистимлин Вот такие Археологические Находки И Отзываясь На вот эту Новость Нитаниягу Подчеркнул Что Сегодня Наука Уже умеет Все Умеет Расшифровывать ДНК И вот Остатки Остатки Захоронения Остатки Костей Были Проанализированы И выяснилось Что эти Самые Филистимлине Никакого Отношения Не имеют К арабам Которые Сегодня Называют Себя Палестинцами Филистимлинами А Наоборот Их ДНК Очень схожа Это народы Моря То есть Всегда Историки Считали Что это народы Моря Но сегодня Еще и ДНК Подтвердило Что это Народы Южной Европы Островов Крита Еще каких-то И что Их ДНК Совпадает С ДНК Этих Древних Народов Моря Так что Сказал Нитэниагу Пусть Так называемые Сегодняшние Палестинцы Нам не заливают Они пришли Из аравийской Пустыни И пришли Относительно Недавно Вот С анализом ДНК Не поспоришь Спасибо До следующей встречи Спасибо До следующей встречи До следующей встречи До следующей встречи До следующей встречи До следующей встречи